МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с Андреем Старковым и его командой мы отправились на старое русло Ахтубы, чтобы, выгрузив на берегу снаряжение, выйти на просторы Волго-Ахтубинской поймы и задержаться на пару дней на одном из безымянных ериков. В прошлой серии друзья рыболовы успели не только добраться до искомой протоки, но и прекрасно провели на ней время, ловя щурят и окуней. Вернувшись с воды, когда уже стемнело, Андрей занялся приготовлением горохового супа, пока усталости за душевные разговоры у костра не завершили первую часть похода. Утром погода переменилась. На смену солнцу и теплу пришел густой туман, опустившийся на лагерь легкой взвесью своих мельчайших частиц. В такой ситуации горячий чай поможет быстро поднять настроение и подготовиться к новому переходу. Ведь впереди рыболовов ждет заключительная и не менее интересная часть их водного пути. Всем доброе утро. Ночь выдалась довольно теплой, но утром появился очень серьезный густой туман, который буквально своим молоком поглотил все вокруг. А у нас в Волгограде говорят, что после семи туманов наступает зима. И вот сегодня был как раз первый из этих семи. На самом деле, представляете, вроде такая простая народная примета, но работает. И каждый год осенью ты иссякаешь и считаешь эти туманы. Первый, второй, третий. И они идут на разном протяжении друг от друга. Иногда бывает день за днем, иногда между туманами бывает неделя или даже две. Утро зябкое. Вот сейчас почти 10. Около двух часов мы ждали какого-нибудь ветерка, который развеет эту хмарь. И вот вроде бы он задул. Стало еще менее уютно, но хотя бы сухо. Поэтому собираем лагерь, завариваем термосы, который нам понадобится сегодня в течение дня. И отправляемся на воду. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, вы сейчас улетите, ребята. А ты говоришь, стряхнуть по лаванству. Ох, весельчаки. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот что-нибудь убираем внутрь, нет? Субтитры создавал DimaTorzok Это большой ерек. Здесь рыба зимует. А есть маленькие такие лужи, которые после разлива остаются. И в них рыба нормально себя чувствует летом, а зимой там все перемерзает и все умирает. И вот такие маленькие эти лужицы мы с батей очень любили вымраживать. Там щучки небольшие, караси, раки. В общем, то, что я люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите-ка, прямо вот оттуда. Вот из этого кармашка. Почти как взрослая. У самого лагеря. Тут, конечно, размер не важен, он и не может быть большим в этих местах. Это щучка, которой всего лишь, ну, наверное, два года, три года. Потому что такие маленькие водоемы частенько промерзают, и нормального размера щуку здесь не всегда можно найти. Не всегда, не каждый год остается в таких мелких водоемах. Ну, а вот эти вот ребята, подрастающие щучки, вполне себе имеют место быть. Вот это вот, да, двухлетняя, наверное, щучка, которая уже не рестится и представляет из себя нормальную половозрелую особь. Но щучки у нас, да, рано очень взрослеют и начинают нереститься. Ну, и по сути, да, она родилась примерно в этом же месте, я уверен, прям год назад, два года назад точнее. Вот, здесь же отъедалась всякой мелочью, красноперкой, полотвичкой, небольшим окунем и подросла до такого состояния. Но я уверен, что в следующем году, скорее всего, эта щучка, наверное, убежала бы либо в более крупный и глубокий ерек, либо, может быть, если осталась здесь, то ей было бы совсем не сладко. И не из-за того, что нет корма. Но представьте, здесь вот довольно много прогонов с глубиной примерно 30 сантиметров, 50 сантиметров, которые даже нашей волгоградской мягкой зимой промерзают почти до дна. И вся рыба концентрируется в очень небольших бочагах. Поэтому экосистема сразу суживается до каких-то очень компактных размеров. И здесь большим щукам очень сложно. Ну и как только появляется весной вода, они стараются сразу куда-то там разбрестись, какие-то более крупные и глубокие водоемы, и там остаться. И для ловли этих щук, конечно же, не нужна какая-то супермощная снасть. Ее тест должен подбираться скорее под те приманки, которые вы используете. И самое забавное, что для такой рыбалки, для пойменной рыбалки в этих краях, будь то ловли...